Мы после февраля прошлого года как будто прозреваем, хотя об этом говорили еще в 21 году. Дан старт году наставника и педагога в России. Мир вам, я Ханжан Курбанов и это моя наставническая ремарка. В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год, год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского, будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам. Будет год учителя, год педагога. Президент России Владимир Путин 2 марта официально открыл год педагога и наставника в России. Глава государства объявил об этом на встрече с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника», прошедшей в режиме видеоконференции. Что мы знаем о наставниках? В Дагестане это слово «крепко, узами и верою, смирение и веры» привязано к духовным наставникам суфизма. Нам знакомо слово «мурши» – духовный наставник. Самый известный Мухаммад Яракский. Человек, который своеобразовательная, а не только наставническая деятельностью, 200 лет назад совершил прорыв и учил горцев Кавказа ровно тому, что мы осознаем сейчас. Чтобы не допустить распространения смуты, тирании и зла, нужно применять не только силу мысли и словом, но и меча. Не это ли наши бойцы делают на Донбассе? Останавливают зло своими руками. Но до меча всегда должна быть работа сердца, искренности и вера в свои идеалы. Работа слова здесь как раз выходит на авансцену политики учитель, наставник и педагог. В принципе, он никогда не должен сходить с этой сцены, с этого подиума нашей истории, определяя векторы правильных мыслей, дел и трудов правильных. Почитая учителя как родителя, гласит русская пословица, в царской России и первые годы советской власти образ учителя воспринимался как образ наставника, пример для подражания. В Дагестане учитель всегда был наставником, хотя Конституция страны ответственность за воспитание полностью возлагает на родителей, тем не менее, вне дома, в школе или в спортзале ребенок под присмотром не только педагога, но и наставника. Верховный главнокомандующий и национальный лидер страны Владимир Путин, открывая год педагога-наставника и говоря о смыслах, отмечал необходимость, цитата, «привлечь внимание общества к труду людей, которые отдают свое время и силы детям, молодежи, нашему будущему». Историческая миссия, отечественная система образования, всегда состояла воспитание гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу страны, сказал президент. Воспитывая и наставляем, необходимо понимать главный смысл и цель миссии – патриотизм, противление злу, призыв к одобряемому. Говорил президент и о борьбе с неонацистами. Коль мы коснулись мусульманского наставника и аракского, следует сказать о том, что он был большим интернационалистом. А нацизму в исламе посвящается хадис пророка Мухаммада, который говорил, что нацизм дурно пахнет. Поэтому тема борьбы с неонацизмом напрямую перекликается с исламом. Коснулся президент страны и произошедшего в день открытия года наставника-педагога теракта украинских диверсантов в Брянской области. Террористы-нацисты, для которых врагами являются все, кто принадлежит другой идеологии, этносовой культуре, открыли огонь по гражданской машине. Ответственность за нападение на пределы России на себя взяли бойцы русского добровольческого корпуса. Это нацисты, скинхеды, которые покинули Россию и присоединились к ВСУ. Помните скинхедов, нацистов и их так называемые русские марши в городах страны? Тогда они требовали Россию для русских и нападали на кавказцев и азиатов. Сейчас уже, грозя из Украины, они расстреливают детей. Поэтому все, кто еще не понял, что мы делаем в Украине, должны понять, и после этой диверсии, что там мы уничтожаем источник зловония. Гражданские люди для неонацистов являются их военными целями. Поэтому, воспитывая наших детей, мы должны прививать им не только патриотизм на мягком диване, но и умение, прежде всего, в своем сознании отторгнуть всякое зло. Нацизм, экстремизм, сепаратизм и терроризм. А вот как это сделать, об этом можно долго говорить, но давайте в следующий раз. Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка, заявил президент Путин. Потом он процитировал выдающегося педагога Константина Ушинского, 200 лет со дня рождения которого отмечаем в этом году, который назвал невыносимым насилием попытки отнять у народа его язык, оборвать ту самую прочную связь, соединяющую поколение в одно великое историческое, живое, целое. Но у них ничего не получится. Мы их дожмем, резюмировал глава страны. Теперь мы все от мала до велика живо осознали, что без воспитания и наставничества, озаряющего своим светом снизу доверху все, от семьи до высших эшелонов власти, ничего не будет. Ничего позитивного, светлого, разумного. А будет что? Зло, агрессия, коррупция, нищета, социальный раскол и разобщение. Вот эпизод в Брянске, и вся история СВО это про провалы воспитания и наставления. Хронически, тотально, несправедливого отношения к педагогам, учителям, преподавателям, чей труд оценивался по остаточному принципу, и в бюджете строка образования. Не самое важное, к сожалению. И плохо, когда на самом верху позволяют втаптывать в грязь нашу историю родную речь, принципы международного права, общежития, мирного сосуществования народа, к чему призывали все наставники, от Иаракского до Ошунского. Вопросы обучения, наставничества – это всегда обращение к будущему. Опираясь на ваши знания и опыт, на традиции отечественной педагогики и используя передовые технологии, мы продолжим формирование суверенной системы образования. Это очень важная вещь, говорит президент. Педагогика, наставничество, наши герои, духовные поводыри – это действительно и наше прошлое, и наше будущее. Воспитательная составляющая включена с 2020 года в учебные программы, а с 1 сентября 2023 года в школах начнут действовать единые обязательные федеральные образовательные программы по общественно значимым дисциплинам, таким как русский язык, литература, география, общество знания, история. Последнее десятилетие эксперты и патриоты били тревогу. У нас нет единого учебника истории. А история родного края в регионах выведена в факультатив. Вместе с родными языками практически находится в андеграунде. Педагоги уже который год обращают внимание на хронические боли в образовании. Это совершенствование оплаты, создание достойных условий труда, повышение статуса педагога. А без дополнительного финансирования системы образования все эти и другие проблемы просто не решить. Педагоги предлагают свои инициативы, среди которых и съемки цикла передач о школе, предложение отмечать на региональном и федеральном уровнях, и премировать учителя, и, конечно, повысить в разы зарплату, а не на 200-500 рублей, как у нас привыкли повышать пенсии. Все, что сделано было в СССР для педагога и представителя образования и науки, практически слились за три десятка лет. Старшее поколение помнит фильмы «Большая перемена», «Доживем до понедельника», в которых рисовался достойный образ честного, принципиального, профессионального педагога, школьного учителя. Образ, который мы низвели политикой всех последних лет, своим отношением к кинематографам и попустительствам до уровня плинтуса или училки. Нам нужно вернуться назад, чтобы сделать рывок в будущее. Будущее процветающее и разумное, логичное, светлое, без нацистов, идеологических разломов и трещин, духовных пустышей и зыбий. Цель года педагога и наставника – признание особого статуса педагогических работников, осуществляющих в том числе наставническую деятельность. В всей стране будем также наращивать потенциал педагогических вузов, университетов, научных центров, развивать движение наставников. А наставник – это не просто человек, выполняющий важную конституционную, государственную миссию. Это еще тот, кто передает секреты мастерства, успеха и через воспитание сохраняет связь поколений, историческое единство нашей страны. Тем самым формирует прочную основу не только нашей безопасности, технологической, экономической, независимости и самодостаточности, но и духовного, ценностного суверенитета. Это, кстати, прямая цитата Путина. Планируется много мероприятий в этом году, фестивали, конкурсов, проектов. В документе более 50 пунктов. Также будет учреден нагрудный знак «Почетный наставник». Стало ясно, где мы упустили. И теперь настало время собирать камни. Мы достаточно сказали и уже, кажется, поняли, кто они. Теперь надо показать, кто мы. И самое главное – дать дорогу по-настоящему, и пусть этот год будет открывающим новую эру, дорогу тем, кто выбрал профессию наставника, тем, кто учит, вдохновляет и развивает. Оставайтесь с ним. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова